В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях сегодняшнего дня вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Новые правила проезда круговых перекрестков уже действуют. Как быстро привыкнут к ним автолюбители? В Рязани бушуют пожары. С начала недели сгорели три дома. Русский Робинзон родом из Рязани поделился историей своего чудесного спасения. С 8 ноября в России начинают действовать новые правила дорожного движения по круговым перекресткам. Российским водителям в течение следующих шести месяцев следует крайне осторожно проезжать участки с круговым движением. Им наверняка потребуется время, чтобы привыкнуть к новым правилам. Новые правила движения на круговых перекрестках. Теперь вводится единый принцип – на круги главный. Даже при отсутствии знаков приоритета, въезжающие на круговой перекресток водителям должны уступать дорогу тем, кто едет по кругу. Сотрудниками госавтоинспекции сегодня проводится определенная работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения на таких перекрестках. В частности, экипажи дорожно-патрульной службы, несущие службу на территории областного центра, максимально приближены к таким перекресткам для того, чтобы обеспечивать безопасность движения при движении транспортных средств по ним. Таких случаев сегодня на перекрестках с круговым движением было достаточно. Не все водители знают о нововведении, а многие еще не успели привыкнуть. Круг у нас. При въезде на круг вы... Знаков, уже говорю, по привычке, по привычке. Другого знака не будет. Знак висит, конец главной дороги. При въезде на круг вы становитесь пользователем приоритетом движения. Говорю, уже просто за рулем много лет. Правило едино для всех перекрестков во всех городах России. В случае, если при въезде на перекресток установлен светофор или знаки приоритета, проезжать его следует согласно им. Главное – не путать предназначение светофора. Например, на площади Мичурина такой светофор есть, но регулирует он пешеходный переход, а не движение по кругу. Перекресток с круговым движением на площади Мичурина является одним из наиболее оживленных перекрестков. Особенностью данного перекрестка является то, что при въезде на него установлен светофор. Однако водителям следует помнить, что данный светофор регулирует исключительно движение пешеходов. И ни в коем случае не регулирует движение по самому перекрестку. Таким образом, проезжая на разрешающий сигнал светофора данный перекресток, водитель обязан пользоваться новыми правилами. Напомним, при выполнении требования правил дорожного движения, уступить дорогу транспортному средству, которое пользуется преимуществом при проезде перекрестков, предусмотрен административный штраф в размере 1 тысяч рублей. И обращаясь к водителям, хотел бы обратиться лишний раз, быть предельно внимательными и осторожными. Неважно, находитесь вы уже на круговом движении или въезжаете в него, снижаете скорость в случае необходимости, останавливаетесь, ведь даже правота ваших действий никаким образом не сравнится с человеческой жизнью или здоровьем. Казалось бы, пожароопасная пора осталась позади. Но если в лесах области обстановка сейчас действительно спокойная, то о Рязани такого сказать нельзя. Только за последние дни в городе произошло три крупных пожара. Начало недели стало по-настоящему горячим для рязанцев. Так, 7 ноября ночью загорелся частный дом около торгового центра Виктория Плаза. Очевидцам удалось снять его на видео. Другой случай произошел днем 7 ноября. В историческом центре города на деревянной улице загорелся двухэтажный дом. Нежилое здание полностью оказалось охвачено огнем буквально за считанные минуты. Под порывами ветра пламя перекинулось на деревья и забор соседнего дома. К счастью, первые следы огня жители заметили сразу и успели среагировать. На кухне были, смотрю, дым вот такой. Ну и все. И уже пламя горит. Я поняла, что горят сараи. Вот, давай дочке звонить. Вот у скорой, он же лежачий. Я сама на второй группе. Мне мама позвонила. Я ехала в больницу. Мне мама звонит и кричит, вызывай пожарную. А стала вызывать пожарную. Мне сказали, что на вас уже выехала машина. Я еще несколько раз позвонила. Потом, ну, когда прибежали, мы выносили отца. Вот это единственное, что я делала. Женщина подбежала, попросила помочь вытащить, ну, старого человека, который не ходит. Ну, помогли и все. А дети вынести мужчины из дома помогли случайные прохожие. Двое молодых людей не раздумывали ни секунды. Ну, все уже в их дворе огонь был. Поэтому помогли. В первую очередь было то, что помочь, желание и все. Ни о чем другом не думали. Загоревшееся строение – это дом номер 23 на улице Рыбацкой. Однако пожар для него не первый. По словам местных жителей, три недели назад ночью здесь уже тушили возгорание. И просили, чтобы снесли этот дом. Вот здесь дом, который стоял, его сразу снесли. И этот дом все красуется. И вот его надо было убрать. Его никому дел нет. Это вот теперь второй раз. В два часа ночи горел. Или в час вот так. Но с той стороны немножко. А сейчас, видать, кто-то поджегся. Я не могу. Я не Господь Бог. Но я увидел, сарай горит. И все. И вот из сарая я перекинулась на дом. Прибывшие на место пожарные приняли решение уберечь от огня соседние постройки. Дома, заборы и деревья начали активно обливать водой. Постепенно пламя удалось локализовать. Никто не пострадал и в другом крупном пожаре, произошедшем на складе древесного угля. Здание на улице прижелезнодорожной вспыхнуло еще ночью. На пыль диспетчера сигнал поступил 6 ноября в 2 часа 23 минуты. Пожар охватил все помещение. Причины и ущерб пока неизвестны. Чтобы одолеть пламя, на место прибыли более 20 пожарных. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Побывать на гонках, не выезжая из города, можно, став пассажиром одной из рязанских маршруток. В нашем городе этот вид общественного транспорта становится все более опасным. В сводках авария за аварией, наезды на пешеходов, пострадавшие пассажиры. Все чаще стали слышны предложения упразднить этот вид транспорта. Алена Куколева продолжит. Самый востребованный и доступный вид транспорта сегодня становится одним из самых опасных. Водители нарушают правила дорожного движения. И речь идет не просто о комфорте. В салоне все чаще можно получить травму. Самый шокирующий случай из последних. В октябре на улице Циолковского маршрутка врезалась в иномарку. От удара машина завалилась на бок и придавила еще один автомобиль. В аварии пострадали 18 человек, в том числе трое детей. 14 из них – пассажиры маршрутки. Рискованный маневр водитель маршрутки совершал на желтый сигнал светофора. Просто хотел маневр как завершить. Они стояли. Некус тронулся и пошел самым чуть влево. Уже спустя несколько дней на улице Ленина маршрутка врезалась в автобус с детьми, который остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. 30 октября в поселке Южный 29-летний водитель маршрутки сбил женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила перелом плеча и была госпитализирована. Вот на улице Грибоедова, дождавшись зеленого сигнала, маршрутное такси выполняет обгон по встречке и едет прямо. При этом с этой полосы, по правилам, можно поворачивать только налево. По примеру, такой же маневр выполняет еще одна маршрутка. Вот водитель проезжает на красный, объезжая на регулируемом переходе пешеходов, которые вышли на зеленый сигнал. Все равно наступивших на зебру людей и этому водителю он даже не сбавляет скорости. Нередкость для маршруток в Рязани – поворот налево с правого ряда, даже если в соседней полосе едет автомобиль ДПС. Впрочем, нарушение водителю сходит с рук. А этот водитель маршрутки высаживает пассажиров с детьми на светофоре, прямо на проезжей части, под колеса других автомобилей. Подобных видео в сети можно найти сотни. Современные городские маршрутки наводят страх на пассажиров и пешеходов и вызывают раздражение у автомобилистов. Маршрутчики, конечно, ездят очень неаккуратно, подрезают, обгоняют. Постоянно битком этот маршрут, так сказать. И понятно, что нарушается техника безопасности, так как сидячие места должны быть только заняты. И это уже не шутки. В интернете даже появилось голосование за отмену в городе этого вида транспорта. Из трех тысяч голосовавших более половины интернет-пользователей за вывод из Рязани маршрутного транспорта. Наш рязанский общественный транспорт, мы наблюдаем за этим, он с каждым годом становится все хуже и хуже. И на замену вот этого состава машин, троллейбусов, автобусов, которые ездили в нормальном понимании общественного развития, общественного транспорта, на их место приходят маршрутные такси. Это своего рода заплатка, временная заплатка для решения вот этой проблемы. Большинство городских маршруток не соответствуют требованиям безопасности. Комфорт у пассажиров зачастую становится причиной пробок. Не секрет, что именно старые газели – причина ухудшения экологической ситуации в городе. А то, что водители маршруток являются самыми закоренелыми автохамами на дорогах города, известно абсолютно всем рязанцам. Стоит добавить, что ни в одном цивилизованном городе мира маршруток либо нет, либо как минимум они не являются основным видом городского транспорта. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани от маршруток либо уже отказались, либо почти это сделали. По такому же примеру пошли и соседи Рязани. Во Владимире и Липецке отлично обходятся без маршруток. Исключение маршруток из рядов городского транспорта – это пока лишь тема для дискуссии. Но то, что Рязань готова к транспортной реформе, сомнений не остается. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанца Евгения Зубачева сегодня называют русским Робинзоном. Три дня ему пришлось провести на необитаемом острове. Вот только без пальм, золотого песка и экзотических фруктов. Таких островов в Балтийском море, где и оказался путешественник, к сожалению, нет. История чудесного спасения нашего земляка в следующем материале. Евгений Зубачев увлекается парусным спортом с самого детства. И кругосветное путешествие, в которое он задумал отправиться в октябре этого года, должно было стать первым для молодого человека. Выйдя из порта в Стокгольме, Евгений отправился в сторону острова Тенерифе. Однако в скором времени его парусная лодка дала течь, а на море начался шторм. Молодой человек принял решение зайти в бухту, но неприятности продолжали преследовать путешественника. Навигация вышла из строя, в результате чего лодка налетела на камни и разбилась. Сигнал бедствия Евгений подать не успел, но, к счастью, успел спастись. Оказавшись на Большом Камне и дождавшись рассвета, путешественник понял, что нужно перебираться на остров, видневшийся вдалеке, где могли оказаться люди. К вечеру, в следующий день, принял решение туда добираться в Пулафе. Собственно, переплыл, оббежал весь этот остров. Оказалось, что он тоже неогитаемый. Там был лес, там были грибы, ягоды. Мы уже сходили, конечно, к люку, но, тем не менее, все равно немножко было. Были лужи с пресной водой. Ну, собственно, все для того, чтобы выжить было. Единственное, конечно, не хватало огня. На второй день своего пребывания на острове Евгений заметил квадрокоптеры. Однако поиски его велись чуть в стороне, там, где разбилась лодка. Чтобы хоть как-то привлечь внимание спасателей, молодой человек из мха выложил на берегу надпись «Хелп». В скором времени подоспела помощь. Несмотря на то, что температура воды и воздуха была довольно низкой, Евгений даже не простудился. Зато, по его собственным словам, многое осознал. И в кругосветное путешествие, которое он все-таки предпримет, Евгений отправится не только для того, чтобы любоваться красотами нашей планеты, но и с целью экологических исследований. Потому что, сидя на камне, видя всю эту красоту и задумываясь, Притом, видел, как прибивается всякий хлам от лодки, все это загрязняет. Думаю, что нужно все-таки вносить какую-то свою лепту в экологию. Сейчас Евгений озабочен поиском спонсоров, которые помогли бы ему в будущем организовать экспедицию. Если найдутся люди, заинтересованные в изучении и сохранении окружающей нас природы, с Евгением они могут связаться через социальные сети. Путешественник будет рад любой помощи в организации новой экспедиции, которая сможет принести человечеству практическую пользу. В среду 8 ноября в Рязанском медицинском университете прошла междисциплинарная внутривузовская конференция, посвященная пятилетию Центра симуляционного обучения и аккредитации специалистов. Итоги работы Центра, а также планы на будущее – вот главные вопросы, которые обсуждались в рамках мероприятия. Подробности далее. Пять лет назад Рязанский медицинский университет стал одним из первых вузов России, где в обучение начали внедрять симуляционные и тренинговые технологии. Поначалу это были самые простые манекены, ну а сейчас, спустя пять лет, РязГМУ находится в числе лидеров по оснащенности Центра симуляционного обучения. В нем не только студенты, но и врачи имеют возможность отработать практические навыки и повысить уровень квалификации благодаря высокотехнологичным тренажерам. Сама система аккредитации и симуляционного обучения, она обеспечивает закрепление не только тех знаний, которые они приобретают в течение всего своего обучения, но и практические навыки, которые специализируются при любой нозологии, которая существует в медицине. Конференцию, которая ознаменовала пятилетний рубеж развития Центра симуляционного обучения и аккредитации специалистов, сегодня называют не юбилейной, а скорее отчетной, намечающей план развития. На данный момент симуляционные технологии не имеют предела совершенства. Кстати, некоторые образцы тренажеров смогли увидеть участники конференции на выставке. Это устройство предназначено для обучения анестезиологов, реаниматологов, а также врачей, которые готовятся стать эндоскопистами. Для изучения бронхиального дерева предназначено, чтобы люди получали навыки не на пациентах, а с помощью этого прибора. Так что на сегодняшний день руководству ВУЗу нужно понимать, в каком направлении двигаться дальше и каким образом развивать симуляционный центр. Объять необъятное невозможно, но тем не менее, многие интересные и хорошие вещи хотелось бы приобрести. И важно было бы, чтобы преподаватели могли качественно и эффективно внедрить приборы в учебный процесс. Первой проблемой при создании центра стала подготовка кадров, которые могли бы обучать работе на тренажерах студентов. С ней руководство Рязгомоу справилось, но тем не менее, молодые специалисты, которые могли бы работать в центре симуляционного обучения, требуются и сейчас. Ведь за время существования центра система медицинского образования пришла к аккредитации специалистов, которые также невозможны без симуляционных центров. Скоро уже пойдет аккредитация ординаторов, выпускников. Скоро будет уже аккредитация для тех врачей, которые уже работают в системе долго, не за горами будет аккредитация преподавателей. И в том числе, я думаю, что частично она может будет реализовываться и на данных приборах. На сегодняшний день двери центра симуляционного обучения и аккредитации открыты не только для студентов. Так, например, в этом году был реализован большой проект по обучению сотрудников ГИБДД оказанию первой медицинской помощи. В будущем центр симуляционного обучения наверняка еще не раз станет площадкой для проведения различных семинаров, тренингов, а также реализации разнообразных проектов. Ну а главная цель руководства РезГМУ – подойти к 10-летнему юбилею с новыми победами и достижениями. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 8 ноября – Международный день КВН. Неофициальный праздник всех тех, кто так или иначе причастен к клубу веселых и находчивых. Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1961 году, в эфир вышла первая игра КВН. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что студенческая лига веселых и находчивых получит поддержку молодежи всей страны и даже обретет международный статус. В нашей области существует довольно мощное КВНовское движение. В Рязанскую лигу КВН входит около двух десятков команд из разных районов. Одна из самых известных – их разыскивает милиция. Команда КВН – их разыскивает милиция. Сегодня на слуху у всех рязанцев. В игре они уже более десяти лет. Шутки и миниатюры, конечно же, имеют свой неповторимый стиль. Носить погоны и рассмешить зрителя нужно уметь. Я причислен к лику святых. Все бабушки района на меня молятся. Врачи шутят про врачей, учителя про учителей. Стройники полиции показывают миниатюры про задуманных полиции. В должной степени гротескно, выпячивая где-то недостатки, то как не должно быть. Бомарше, я все время говорю, что он вечен. Если бы я не смеялся над собой, мне пришлось бы заплакать. К сожалению, не каждый обладает чувством юмора. Но вот у участников КВН его не отнять. Именно они поднимают нам настроение своими шутками. Но те, кто в КВН играют, уверены – прежде всего игра помогает думать. Нет дураков с чувством юмора. Я все время так говорил и буду говорить. Потому что это очень умная игра. Придумать шутку, написать шутку, показать шутку, вызвать ответную реакцию – это очень сложно. И вообще я отношу это к достаточно благородной миссии. Почему? Потому что заставить человека улыбнуться, вызвать ответную реакцию, улыбку – это очень-очень сложно. Командой их разыскивает милиция. Является сильнейшей командой силовых структур, трехкратным чемпионом Лиги КВН «Подъем», финалистом и призером Центральной Лиги. А за время существования команды сменилось пять составов и прошло через нее 200 человек. Те, кто прошел горнила игр КВН, не может поопределению быть плохим человеком. Вот у меня есть такая формула, что тот человек, который так или иначе играл в эту великую игру, он изначально для меня, уже как бы я на него смотрю с положительным восприятием. 20 ноября команда «Их разыскивает милиция» выступит в рамках осеннего Кубка КВН и не просто обрадует зрителя очередной порцией свежего юмора, но и подарит целый гала-концерт. Ведь показать и рассказать этой команде действительно есть о чем. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Субтитры создавал DimaTorzok